Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И кто в ней наиболее значим, а кто менее значим, всем понятно, без особых комментариев Но когда мы говорим о церкви, то прежде всего разумеем не эту внешнюю сторону А разумеем как раз то главное, что было учреждено, создано Христом Когда он сказал «Содержу церковь мою» Здесь под церковью, разумеется, нечто другое Если попытаться кратко это выразить, то можно сказать таким образом, что церковь – это духовное единство всех тех людей, которые живут в соответствии с Евангелием Христовым Или единство в Духе Божьем Вы видите, что мы сразу ввели, какой элемент А на самом деле, не элемент, а содержание, самая суть Единство в Духе Святом Представьте себе Кто в какой степени является в Духе Святом И как возможно единение в Нём самых разных людей Но именно так Церковь есть тело прежде всего Прежде всего здесь, в этой стороне жизни Является она прежде всего Но поскольку как Христос был Богочеловеком Так и Церковь является Богочеловечной Церковь – это Богочеловечность То есть мы видим здесь и человеческую сторону внешнюю И Божественную сторону Духа Святого, которым объединяются все те Кто действительно Причастен Духу Божьему Вот видите, если с внешней стороны Совершенно очевидно, кто является там членом Церкви И он сам о себе может сказать То с внутренней стороны, с духовной Оказывается, это невозможно Или бывает, по крайней мере, очень трудно оценить Насколько действительно этот человек Является членом Церкви Очень трудно Правда, есть некий, опять-таки, внешний признак По которому пытается определить Крещён – а, значит, всё в порядке Не крещён – нет Сейчас я только смотрел Мне один из Германии прислал фрагмент книги о Церкви Правда, жалко, что без указания исходных данных И что я там прочитал? Удивительную вещь Вам-то это надо знать Вы чувствуете по тону моему, что я говорю Надо же знать А оказывается, Церковь За некрещённых не молится Вот так Вас спас от смерти Какой-нибудь неверующий человек Не вздумайте Просить Церковь молиться о нём За некрещённых не молится Я так подумал Надо же, а Христос молился с креста За сущих антихристов Которые не только некрещённые Но ещё враги злейшие были его Отче, прости им Они знают, что делают И никогда не было такого Что бы, скажу Церковь за кого-то не молится Перепутали Вот знаете, вот что значит Полная, я бы сказал, необразованность Невежество Перепутали совершенно разные вещи Что нельзя, например, подавать записочку в алтарь На Проскомидии Если человек некрещённый Но это же записочку в алтаре Которая связана с поминовением Каким? Поминовением С выниманием частиц Той частицы, которая будет опущена В святую чашу И перепутали с чем Не молится о некрещённых Это значит, если у вас родители Некрещённые Не вздумайте молиться Вы будете священником Будете служить Не вздумайте молиться За своих родителей, братьев, сестёр Если они крещённые Это до какого сектантского уровня сознания Можно докатиться только Какая-то секта Сектанты, конечно, никого не признают Кроме тех, кто у них Все прочие, это не только чужие Это недруги Это враги За кого-то молиться Вы что? И вдруг здесь читаю в книжке Церковь за некрещённых не молится И оказывается, это в практической жизни Оказывается, можно встретить Кое-где, да Если вы придёте подавать записку Он скажет Так Они крещённые или нет? Скажут, крещённые Так А как часто в церкви ходят? А как часто причаются? О, слишком редко, непринимаем Слышите? Из церкви делают секту Секту фанатиков Друзья мои, это реальность Которые вот такие вещи Ложные Они распространяются Как рак какой-то Расползаются буквально И губят самую суть церкви Ибо в церкви есть тело Христова Христа Который кто есть? Любовь Я пришёл призвать не праведников А грешников в покаянии Посылают дождь на праведных и неправедных Бог посылает свою любовь на всех Мы? Нет, извините Перепутали чисто канонические вещи Слышите? Понятно, как это правило То есть внешние правила Которые даются церковью Правила, характеризующие Определённые действия Перепутали с молитвой Вот так Имейте в виду Станете священниками И вдруг Произнесёте у престола Божия Молитву о своей матери Отце Которые были воспитаны Дедушки, бабушки Которые жили в атеистическую эпоху Которые о Боге и слыхивать Не слыхивали И не были крещены И вы за них вдруг помолитесь Я не знаю, какую эпитемью Тогда вам дадут уже Трудно сказать Я бы дал, например Вокруг Успенского Трижды на коленях В следующий раз Не будете молиться уже За своих родных Так, кажется, церковь Есть нечто иное Как то, что создал Господь Почему он назвал своим И создал своим телом назвал Потому что, как пишет апостол Павел Все мы Являемся его членами Этого тела Все мы опять В каком смысле? Не все те Кто вышли от нас Были наши Пишет апостол Иоанн Богослов Совсем не все Не все те Кто приняли крещение Являются членами церкви Совсем нет Иуда даже Причастился Но так и остался Иудой И мы еще о таинствах поговорим Что это неформальная вещь Немагическое действие С помощью которого Можешь заставить Духа Божьего Вот Войти в человека Духа Святого Не заставишь Так вот Оказывается Совсем не Не это является Действительным признаком Принадежности к церкви Когда, например Даже он принял крещение Совсем нет Нет Еще раз повторяю Церковь есть Единство В Духе Божьем Тех, кто живет По Божьему По крайней мере Стремится жить По Божьему Кается Понуждает себя Борется А неформально Состоит в ней Но в связи с этим Мне хочется продолжить И эту тему И поговорить о некоторых Очень серьезных вещах Речь вот о чем идет Прежде всего Мы же видим Особенно сейчас В наш век Особенно в тот век Когда началось Так называемое Экуменическое движение То мы видим Что не только Православные Себя называют церковью Не только католики Называют себя церковью А любые Протестантские образования И они называют себя церковью Так что сейчас В лексиконе Который доступен нам И которому вынуждены пользоваться Церковью называется Любая община Которая считается Христианской Для которой Евангелие Ну, скажу так Библия Да, является Священным Писанием В отношении Всех прочих вещей Там, Боже мой Лучше и не говорить Там такое Мягко говоря Разнообразие От которого Подчас Волосы Можут стать дыбом Даже там Где их давно нет На голове Вплоть до отрицания Божества Христа Вплоть до отрицания Святой Троицы В общем, эти церкви Скажу Могут являться Членами Всемирного Совета Церквей Уж не говорю Там о женском Священстве Там об этих Гомиках И прочее Теперь это Всё, что угодно Однако Термин такой Церковь И вот вопрос По каким же Признакам По каким критериям Мы можем действительно Говорить о том Что церковь это Или не церковь То есть церковь Обладающая Вот Какими-то Фундаментальными Признаками Или свойствами Или это не церковь Я думаю, что Мы все Понимаем Тот образ Который часто Употребляется Когда церковь Называется Кораблём Спасения Или если Исполнить Вспомнить Ветхозаветный образ Ковчег В котором Может человек Спастить Что это за ковчег Что это за корабль Какими признаками Он должен обладать Ведь можно В конце концов Вы знаете И соломинку Назвать кораблём Недаром Говорят Утопающий За соломинку Хватается Какие же признаки По которым Можем судить Действительно Что В данном случае Мы имеем дело С той Христианской Общиной Которую Можно назвать Церковью Чтобы ответить На этот вопрос Прежде всего Вспомним Назначение Церкви Зачем Она была Создана С какой Целью Ответ Простой Кажется Для спасения Человека Для спасения А что Нужно Для спасения Опять Вопрос Не ответив На этот вопрос Как Мы можем Отвечать На другие Последующие Для спасения Человека И вот здесь Мы Понимаем Что Придётся Говорить О двух Сторонах Которые Чрезвычайно Важны В понимании Церкви Первая сторона Которая Ну Более Очевидно И о которой Более всего Всегда ведётся Разговоров И Которой Стороной Занималась Если хотите На высшем Уровне Вселенских Соборов Да Церковь Речь идёт О том Какие Вероучительные Признаки Или свойства Должны быть В ней Во что Человек Этот Не человек Извините Вот это вот Образование Вот это Церковное Общество Вот это Будем говорить Поместное Образование То, что Мы называем Церковью Да Во что Она верит Чему Она верит Во что Она верит В кого Она верит Это первое Конечно И необходимое Помните Как Еще в Священном Писании У Иоанна Богослова Того же Неоднократно Говорится Что Важнейшим Признаком Он говорит Это Исповедание Иисуса Христа Исповедание Господа Иисуса Христа В то время Еще не требовалось Многих Тех Признаков Которые Потребовались Впоследствии Для того Чтобы действительно Не ошибиться И чтобы оказаться В церкви А не вне Ее И вот мы находим Что есть Целый ряд Этих признаков Которые мы называем Вероучительными Признаками Если хотите Догматическими Признаками По которым Можно сказать Что вот эта вот Община Церковь Или нет Кто угодно Православная Католическая Паптисты Англикане Старокатолики Кто угодно Церковь это Или нет Церковь Так вот Есть ряд Признаков По которым Можем мы Оценивать Эту Вот Историческую Реальность Которая Существует Или Существовала А особенно Теперь в наше время А особенно Которая Будет Существовать Поскольку Сейчас Именно это Будущее Приобретает Особую Все более Более Сильную Большую Значимость Я вам Скажу Я вам скажу Что Если мы Будем Говорить О самых Основных Этих Признаков Их Не так Много Не так Много Первый из них Если хотите Мы с вами Уже Об этом Неоднократно Говорили Только в другом Ключе Первый из них Это вера Признание Бога Или Божества Вот этого Духа Который Минуется Богом Бог Есть Дух Три Ипостасных Мы уже С вами Говорили Насколько Это Совершенно Беспрецедентные Так Учения Боги Понятия Три Ипостасные Тем более Что Или Как мы Переводим Три Лица На самом Деле Ни Слово Ипостась Ни Слово Лицо Конечно Не выражают Той Реальности Которые Отождествляются Нами Вот С той Тройственностью Которая Присуща Богу Но Мы пользуемся Наиболее близкими Наиболее понятными Доступными Нам Понятиями Чтобы выразить Вот эту Сверхреальность Которая Именуется Богом Итак Первое Это Второе Это то Что Вторая Ипостась Соединилась С человечеством С человеческой Природой Причём Соединилась Примерно Так Даже Может Не примерно А Вот трудно Найти Слово Соединилась Как Вы же помните По догматическому Богословию По истории Церковных Соборов Не с Человеком Иисусом Соединилась Бог Слова Не с Человеком Иисусом То есть С отдельным Человеком С каким-то Бог Слова Соединился И он Стал Спасителем Нет Нет А соединился С человеческой Полноценной Человеческой Природой Которая Это природа Природа Человеческая Выразилась Выразилась В ком? В Иисусе Христе Этом Человеке Вы видите Возникает Сложность Причем Евангелие О чем говорит В данном случае Об очень Любопытных Вещах Таких Которых Вы нигде Не найдете Ни в философии Ни в истории Религий Нигде А о чем же Мы видим Во Христе В Евангелии Выражение Причем Отчетливое Совершенно Ясное Бескомпромиссное Выражение И божественных Свойств Во Христе И человеческих Прямо Отчетливое То говорит Я и Отец Одно есть То говорит Отец Больше меня есть Видевое отца Видевшее отца Видело меня Помните Видело меня даже Как ты еще спрашиваешь Покажи нам отца Разве не ясно То То и дело В Евангелии находим Учеников Отправляет Плывите на ту сторону Галилейского озера А сам идет на гору Помолиться Кому Так он Бог Или человек И это мы видим Постоянно То Такой степени Говорит О себе Что Иудеи хватает Камни Побить его Он говорит За что вы хотите Ответ За то Что ты сделал Себя равным Богу Представляете Вот это на протяжении Всего Евангелия И Евангелия Мы видим Вот это постоянное Прям буквально Постоянное Вот это совмещение В его Вот Господа Иисуса Христа Сознании двух Он и Бог И в то же время Он и человек Как Бог Он действительно Ведет себя И говорит Как Действительно Бог И равный Отцу Как человек Напротив Он ведет себя Молится Даже Богу Вот это совмещение Если хотите Двух Сознаний Отчетливых Совершенно ясных Не вызывающих Никакого сомнения Недаром Четвертый собор Постановил О том Что во Христе Соединились Природы Фисис По-гречески Природы Не слитно Вы слышите Не слитно Не слились Во что-то Среднее Как сплавляют Два разных Металла Нет Нет Не слились Неизменно Все человеч Вся человечность Осталась Нем Как она есть Полноценной Как и божество Нераздельно Нельзя их разделить Отделить И неразлучно То есть То, что мы скажем Навеки вечное Навсегда Четвертый Вселенский Собор Халкидонский Это удивительный Конечно Собор На котором Кстати Присутствовал Немало И святых И думаю Что это Очень во многом То есть Определило Вот то Удивительное Удивительную Формулу Этого Собора Который До сих пор Исповедуем Исповедуем Но и Бога Человечность Иисуса Христа Следующие Признаки Которые Проистекают Уже Из этого Это Жертва Христова Это Вера Вера В то Что именно Благодаря Только Его Жертве Слышите Подчеркиваю Только Его Жертве Благодаря Человек Человечество Могут Достичь И получить То Состояние То Благо Которому Человек И был Предназначен В самом Творении В самом Творении Бог Определил Человека Для чего? Для достижения Это Вершинного Блага Вот Оказывается О чём Идёт Речь Жертва Христова Только Благодаря Ей Что-то Произошло А мы с вами Пытались Говорить О том Что это Так Произошло Вот то Что мы Называем Словом Спасение Спасение Человечества Достигнута Была Эта цель Только Благодаря Этому Акту Вне Этого Вне Жертвы Оказывается Нет Этого Достижения И Как мы знаем И всюду Что даже Ветхозаветные Праведники Они Кто-нибудь И они Будучи Даже На лоне Авраамовом Кажется Уже Помните Притча Тем не менее Лон Авраамов Это было Совсем Не тем Царством Божьим То есть Этой Конечной Целью Существования Бытия Человека Которому Человек Предназначен Это Истина Именно Смысл Значения Жертвы Христовой Дальше Очень важный Признак Без которого Нет христианства Просто Это вера В воскресении Господа Иисуса Христа И Всеобщее Воскресение Апостол Павел Насчет этого Пишет Очень Сильно И ярко А если Христос Не воскрес То и мы Не воскреснем И тогда Какой смысл Говорит В нашей вере Тогда мы Несчастнее Всех Человеков Говорит он А почему Несчастнее Потому что Оказывается Верили Во что В то Чего нет Ибо И смысл Такого Человечества В этом будущем В воскресении И достижении Полноты Единения С Богом В воскресении Поэтому Иисуса Христа Его Человечности В воскресении Слышите? И явилось Как пишет Апостол Павел Начатком Всеобщего Воскресения И этот Догмат Он Так сказать Является Естественным Следствием Из предыдущих Но без которого Просто христианства Нет И церкви Нет Если какая-то Христианская Община Не верит В это Не исповедует Вы слышите Мы еще раз Я говорю Не о человеке Не о отдельных Людях Это вопрос Другой Там Мы говорим Сейчас о том Какие признаки Определяет церковь Как таковую Ну и естественно Поскольку мы с вами И начали с этого Что Бог Трипостасен То Вера Вера В действие В бытие И действие Духа Святого Который Который может Присутствовать Соприсутствовать Человеческой Душе Освящать Ее Эту Душу И так далее Вот этот Самый Такие Сильные Сильные Необходимые Так сказать Признаки Самые Необходимые Из них Проистекает Целый ряд Других Друзья мои В частности Необходимость Конкретных Таинств Таинств В частности Крещения Только Благодаря Которому Верующий Человек Может стать Стать Ещё здесь Ещё здесь На земле В этом Состоянии Стать Членом Тела Христова Святая Евхаристия В котором Человек Получает Всю жизненную Силу Тела Христова Вкушая Кушая Это Если хотите Тело Христова Всю жизнь Становясь Становясь Им Им Как пишет Святой Что Кирилл Что человек Становится Сотелесным Единокровным Христу В Святой Евхаристии Ну и Другие Таинства Вот Основное Если эти признаки Есть То мы Уже Можем тогда Посмотреть И на Нечто Другое Это Так сказать Необходимая Основа При которой Мы можем Тогда Уже Рассуждать А при соблюдении Этого Это церковь Или Не церковь Если это Всё есть Не надо Думать Что Это Уже Достаточно Это Необходимые Условия Но Недостаточно И вы Сами понимаете Почему Недостаточно Как человек Может Всё это Признавать Всё Признавать А сам Быть Где Слышите Мы подходим С вами К серьёзнейшему Вопросу Ещё раз говорю Церковь Это есть Корабль Спасения А при Каком же Условии Возможно Спасение Человека Что При Просто Формальном Признании Вот этих Истин Сами Понимаю Странно Формальное Признание Я прочитал Символ Верную Что Даже Сейчас Проводят Огласительные Беседы Иногда Заставляют Учить Символ Веры И приходит Там Крёстный Или крёстный Лишь бы Дай Бог Не ошибиться Верую Его Единого Бога Отца И так далее И читает Всё Прочитал Веришь Верю Дунь Плюнь Пу Тво Только не на батюшку Конечно А Сами Как мы Всегда С вами Говорим А я Каким Был Таким И остался У меня нет Никакого Дела До всех Этих Истин Ну и Есть Бог Ну и Бог с Ним Слышите Мы с вами Подходим К самому Если хотите Такому Жизненно Важному Исповеданию Догматов То есть Признание Их Это Дело Рассудка Рассудка А ум По своей природе Это бесстрастная Вещь Ум Сам по себе Это дело Рассудка Недаром Произошло Моделирование Нашего Рассудка И Создали Компьютеры Так что Можем Моделировать Даже Наш Рассудок Так Есть Нечто Другое Когда мы Открываем Тоже Евангелие Открываем Ту же Нагорную Проповедь Посмотрите Перечисляю Там Какие Вещи Какие Блаженные Нищие Духом Чистые Сердцем Кроткие Галчущие Жаждущие Правды Даже Гонимые За эту Правду И так далее Вы слышите Даже О догматической Стороне Ничего Здесь даже Не говорится Ну Собо собой Разумеется Как Можно не веровать Во Христа Если в Него Не веришь Тогда и все Прочее Отпадает Но на что Обращается Внимание Это Это касается Как одного Человека Так и Общины Оказывается Если хотите Без Правильного Учения Об Основах Духовной Жизни Церковь Эта церковь С маленькой Буквы Пуста Пуста Я верю Во все это И живу Как хочу Так это Также и бес Веруют То есть Они не веруют Они знают Это мы веруем Они знают Они также Находятся там В духовном мире Прекрасно знают Что Бог Троица И кто такой Христос И что Он Сделал Все это знают И кем остаются Те же А как Оказывается Когда мы Говорим О церкви То мы Говорим О том Корабле В котором Мы можем Спастись То есть Приобрести то О чем Говорит Евангелие Будьте Будьте Совершенны Как Отец Ваш Небесный Совершен Есть Ищите Прежде всего Царство Божие Правда Его Кстати Помните Это закон Какой важный Это все Приложится Вам Не беспокойтесь Обеспечит Бог Того Человека Кто Ищет Прежде всего Именно Спасение Души Ибо Царство Божие Внутрь Нас Есть Оказывается Учение Церкви О Правильности Духовной Жизни Является В высшей Степени Важной Стороной Ее Если Она Учит Правильно Это Церковь Если Она Исповедует Все О чем Мы сказали С вами Догматическое Но При этом Будет Учить О духовной Жизни Неверно То есть Вести Указывать Человеку Критерии Спасения Совершенно Другие Это Будет Уже Не Церковь А Обман Вот Мы На Спецкурсе Рассматривали Понятие Прелести И Указывали Там В качестве Примера На Некоторых Западных Аскетов И На Учение Некоторых Наших Новых Новых Которые Говорили Представьте Не боритесь Со страстями Не обращайте На них Внимания Любите Бога И все И все В порядке Если Послушайте Мы вступаем Такую Область Существенную Действительно Спасение Никогда Возможно При верном Только Верном Отношении Нашего Духа К Духу Божьему Какие здесь Критерии Правильная Духовная Жизнь В чем Она состоит И вот здесь Здесь по крайней мере Хотя бы Самую суть Мы должны знать В чем состоит Эта правильная Духовная Жизнь Она оценивается По критерию Важнейшему Критерию Оставленному Нам Всем Святоотеческим Преданием Слышите Всем Без Исключений Первым признаком Начинающегося Здравия Души Является Видение Грехов Своих Святые Отцы Говорят Познание Себя То есть Познание Видения Поврежденности Своей Природы Познание Того Что Без Помощи Божьей Мы Не Можем Победить Себе Ни одной Страсти Послышите Я говорю Страсти Да Я могу Я курю Так Я воздержусь Сейчас День Не буду курить Два Десять А к этому Так и тянет Я не пьяница Или пьяница Я не знаю Но могу воздержаться А тянет Слышь Не смешивайте Греха От которого Я могу Так сказать Пытаться воздерживаться И даже воздерживаюсь Воздерживаюсь Но И страсть Которая меня влечёт Так И не просто влечёт А при Наличии Каких-то условий Всё это Тут же Вспыхивает И Порабощает Человека Это разные вещи Так вот Оказывается Суть духовной жизни К чему К чему Сводится Друзья Это очень важно Нам знать Это вот термин Великолепный Святотеческий Термин Это Необходимость Познания Себя То есть Что такое Познание себя Мы говорим Не о сократовском Познании О чём Видение того Насколько мы Все заражены Страстями Раз Это первое Ведь пока Они в нас не говорят Мы их не чувствуем Пока я сплю Я святой А меня тронули И я подпрыгнул С любой стороны Чрево Подчрево Выше чрево Откуда бы ни было Тут же вижу Первое Второе Второе Что оказывается Я не могу сам Исцелить свою душу От этих страстей Сам не могу Исцелить Но вы знаете Церковь не просто Это должна исповедовать А это Должна сказать Как это познаётся Как познаётся Каким же образом Это познаётся Это познаётся Только одним способом Только один Есть способ Познания в себе Что во мне живёт В моей душе И в какой степени Я могу Или не могу Что я могу Что не могу В каком плане Справиться с собой Какой это способ Единственный способ Решение Жить По Всем Евангельским Заповедям Всё Я решил Больше я никого Не буду осуждать Не буду ни на кого Раздражаться Слышите Не буду Сребролюбив Не буду Чревугодник Не буду искать Почёта Похвал Я решил Всё Нет Нет ничего Проще Вот только тот Кто действительно Серьёзно Примет решение Вспомнит Я же христианин Или кто Или безбожник Кто примет решение Жить По Христовым западем Друзья мои Оказывается Этот человек Сразу Перед ним Начинает Открываться Мир Его Души Открываться Начну У него Вот точно На что он Не обращал Внимания Не придавал Никакого Даже значения Сел за стол И вовсю Се уплетаю Господи Давай ещё Пью Ем Ха-ха И хи-хи И ничего У меня и душа Не болит А тут Друг Я сел Да я ж доился И кажется Уже Выпил Хватит Ещё Рюмашечку Другую Пятую Грешит человек Что надо сделать На весь мир Закричать о нём Вы посмотрите Что творится Да Это по какому Евангелию Интересно По какому Евангелию Я должен кричать О грехах Других людей Что ты смотришь На сучок В глазе Брата твоего А в себе Бревна не видишь Что отцы говорят Сокрой При грешении Брата твоего А если это надо Если это Жизнь В церкви Скажи 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 Кто имеет Право Заняться Этим Человеком И его Грехами Но не ты Если тебе Есть хоть Маленький Элемент Элемент Сознания Своей Греховности Когда я её не чувствую, я готов обо всех и всё говорить. Все вокруг меня – греховодники. А если бы я увидел хоть немножко себя, то бы я, наверное, язык прикусил бы. Вы слышите духовную жизнь? При правильной решимости жить по Евангелию, оказывается, я начинаю видеть свои грехи. И, кстати, один из объективных признаков, если кто-то захочет о себе судить, о других не надо, оставьте вы других судить, то о себе судить. Меньше начиная осуждать других людей. Замолчу, стыдно станет. Но не могу я будучи обжорой говорить, ну и обжора же, видали, какой сидит? Да я не смогу, мне стыдно. Даже сказать это. Посмотрите, как иногда воры оправдывают воров. Ну, ещё бы! Потому что осудить других – значит осудить себя. А кому хочется себя осуждать? Ну, конечно, никому не хочется. Вы слышите? Оказывается, при действительно серьёзном решении жить по Евангелию, первое, что человек начинает видеть свои страсти, второе – видит. Ну, хватит, ну, хватит, песнь-то петь. Вот я сказал, что занимайтесь компьютерами, и уже, видите, оказывается, не стоит заниматься всё-таки. А лучше не надо, а то придётся лекция изменить тематику. И второе, что я начинаю видеть, что, оказывается, я не могу с собой справиться. Настолько я силён, вы знаете, настолько я горд, насколько я самолюбив, вы же знаете, не тронь. А тут, друг, с пустяковой мыслью не могу справиться. Ух, до чего я хорош! Боже, Боже, ты мой! Я, наконец, увидел в зеркале себя. Что там пустяковая? Гадкая мысль! И я знаю, что это грех! И я не могу справиться с собой. До чего же я хорош! Слышите? Вот оно происходит познание себя где. И прежде всего, отцы говорят, обращайте внимание, вы хотите узнать, в каком состоянии находится душа ваша? Говорят они, посмотри на свои мысли. На мысли посмотри. О чём ты мечтаешь? Эти мысли и скверные, и нечистые, и тщеславные, и горделивые, и сребролюбивые. Ох, я вижу, весь я на ладошке перед самим собой. Я почему, друзья мои, говорю? Мы же говорим с вами о церкви, слышите? Как узнать, церковь это или не церковь? Церковь – вот о чём учат. О каком пути спасения. Это, оказывается, предлагает путь познания себя. Через это познание себя, оказывается, кто я есть и не могу справиться, я начинаю понимать самое главное – мне нужен Христос. Господи, если ты не поможешь, я так и останусь скрягой, я так и останусь завистливым и прочие-прочие вещи. Вы слышите? Вот кратко, если сказать кратко, оказывается, что такое другая сторона, по которой мы можем судить о церкви. Если же вам говорят, молитва – это есть только любовь, мы должны только любовью заниматься. Христос – это не только жених, но и супруг. Не боритесь со страстями, а любите только Бога. А Бог говорит – меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, то есть борется со страстями. То мы сразу тогда понимаем. Сразу всё ясно. Этот человек, так говорящий, он бедный или невежественен со всем вопросом в духовной жизни, или находится в состоянии прелести, если же так церковь уже учит. Слышите? Данная церковь так учит. Учит чему? По гибели человека. Вот его в прелесть. Тогда, значит, вся эта церковь прелестная. То есть этот корабль, оказывается, ложный, он ведёт меня не к спасению, а к погибели. И тогда это не церковь. При всём, если хотите, исповедании всех догматов, какие только мы знаем и какие известны нам. Вот это две стороны, друзья мои. Это очень важно, особенно и в наше время, и уже давно это важно, по каким признакам можем оценивать, церковь это или не церковь, англиканская церковь или не церковь, католичество – церковь или не церковь, православие – церковь или не церковь. Давайте смотреть, что исповедуют, чему учат вот этот институт церкви. Ибо функция церкви учительная прежде всего. И только при верном понимании тех истин, которые учит церковь, в частности, о духовной жизни, только при этом понимании, обращаю ваше внимание, сами таинства, которые предлагаются церковью, являются действенными и спасительными для человека. В противном случае, когда я подхожу, слава Тебе, Господи, я не такой, как прочий человек, я люблю Тебя, Господи, когда при таком настроении я подхожу, то сами таинства могут мне превратиться в то, о чём пишет апостол Павел. В суд и осуждение. Тогда что от этой... Это уже не церковь. Хотя бы она и именовалась церковью. Я вам сказал уже, почему об этом говорим. Сейчас это век, век, так сказать, я бы сказал, такой толерантности религиозной. Причём толерантности, понимаемой, уже, вы знаете, не в том плане, который требуется от человека, то есть быть снисходительным к убеждениям другого человека. Я могу, я могу сожалеть, что он так учит, но я не схожу, ну что делать? Ну, убеждён человек и всё, что это осиновый пень и есть сам Господь Бог. Ну, приходится жалеть. Но я к человеку должен относиться великодушно. Могу что-то сделать? Сделай. Не можешь? Помолись о нём. Наш век – это век вот этого экуминизма. Так? И мы как никогда сейчас должны знать о том, что прежде всего определяет свойства церкви, её признак, её облик, при каком условии мы можем назвать церковь эту церковью в полном смысле слова. И отсюда, конечно, мы должны и сделать соответствующие выводы. Выводы – это серьёзные. Речь идёт о признании таинств. Ведь, вы знаете, все формальные вещи могут быть соблюдены. Но нельзя забывать – таинства – это функция церкви. Они не сами по себе существуют. И если, например, мы скажем, вот эта вот церковь совсем не церковь, а таинство её мы признаём. Как такое? Я считаю, тот хлеб, который он даёт, – это есть камень. А этот камень мы считаем за хлеб? Таинство – функция церкви. Если это церковь, и таинства в ней действительны. Если же здесь мы не находим церкви, в этой церкви, в таком случае таинств здесь нет. Вот это ещё одно из очень таких серьёзных, я бы сказал, положений, которые проистекают вот из наших с вами рассуждений. У вас есть какие-то вопросы по этому очень такому важному моменту? Значит, вероучительная сторона и духовная сторона. И то, и другое необходимы. Церковь – это учительный инструмент для человека. Это инструмент, скажем, спасения, а не что-нибудь. И не дай Бог, если вдруг этот инструмент окажется ложным. Особенно море, попробуйте. Вам спустят резиновую лодку, а она худая. И всё. Будет называться спасательная лодка. Да, пожалуйста. Первый вопрос возникает по поводу перехода от них, допустим, из католической церкви, перехода к православию. Понимаю, что формально мы признаём это таинство. То есть, не просто таинство крещения. Хотя из контекста лекции мы понимаем, что церковь католическая, она уже потеряла вот эту полноту истины. Теряла полноту вот этой вот духовной бодрости, так скажем. То есть, ну, мы продолжаем признавать. Я понял вас, что мы не просто признаём, а мы не перекрещиваем, не вновь не рукополагаем и так далее. А вы обратили внимание, что, например, если в нашей церкви такой подход, то в греческой церкви точно оборот. Там будут перекрещивать и перерукополагать. У нас того же католика не перекрещивают и не перерукополагают. Вы держите? Вы слышите? Вот, кстати, очень хороший пример. Да. Объясняю. Объясняю вам. Есть две стороны в таинстве. Я уже говорил и ещё буду говорить. В любом таинстве. Сторона внешняя, по которой мы называем священно действие, которое совершает священнослужитель. И есть сторона, другая. Какая? Благодать даёт не священнослужитель, а даёт только Христос при условии, если Он видит душу, способной принять этот дар благодати. Я вам буду ещё приводить святых отцов, когда они говорят, что можно и крещение принять, а остаться без крещения. Можно принять причащение, а остаться без причащения. Это ко всем таинствам относится. Что значит оказаться без крещения, без причащения, без священства? Что значит? Когда всё священное действие совершено правильно, а благодати Духа Святого человек не получает. Ну, по причинам сейчас я не говорю. Само собой понятно. То есть нельзя заставить Духа Святого войти в человека, прочитав соответствующие молитвы и совершив какие-то действия. Нельзя! Это только можно в магии, в язычестве. Мы говорим – нельзя! Духа Святого не заставить. Это понятно, это первое положение. Теперь второе, отвечая на ваш вопрос. Так вот, отсюда и две практики решения вопроса о принятии, например, католика в православии. Две практики – перекрещивать или не перекрещивать. Первая практика – перекрещивать. То есть всё совершить заново и священное действие. И поскольку, если человек переходит, то есть верует, то мы верим, что и Господь даст ему благодать, таинство, крещение. Вторая практика, как у нас, мы считаем, что поскольку само священное действие по существу своему принципиально то же самое, что и у нас, то при переходе в православие можно его не повторять, священное действие. В надежде какой? Человек отрекается от заблуждений католицизма, искренне принимает православие, то Господь дарует ему эту благодать крещения, в силу чего? Его в искренности перехода, искренности веры. Вот две практики. Можно любой придерживаться. У нас в Русской Церкви сейчас так, а у нас были времена, когда и не так, когда перекрещивали, я не помню уже когда, так же перекрещивали. И у нас на Руси. То есть, это уже сторона, я бы сказал, какая каноническая, то есть формальная, а не по существу. Вот так. Имейте, это вопрос хорошо, поскольку его иногда задают, не понимая сути дела. Хорошо. Ну, ладно. Но у нас с вами ещё, вы знаете, сколько вопросов, связанных с Церковью? И они все носят вот такой характер, как всегда, вероучительно-апологитический. Вопросов очень много. В частности, он задает вопрос, что вы веруете? Церковь святая, единая, святая, соборная, апостольская? Ну, во-первых, единая, говорит. Какая единая? В каком смысле единая? Мы говорим, миа стоит. Верою, эн миа, экклесиво. Мия – значит, одну. Что Церковь может быть одна, а не множество. То множество Церквей, которые мы видим, так, это, если что, это просто человеческие деления. Но Церковь православная одна. Смотрите, миа. Когда мы говорим «верую воедину», это «верую в одну». Вы знаете, не удивляюсь, что сейчас подчёркиваю, поскольку я сейчас объясню другое. Святую. О! Церковь ваша святая, да! И начнут показывать пальцами. И это святая. Вы что, анекдот рассказываете? Очень важно объяснить. Святость Церкви любой поместной Церкви обусловлена прежде всего не степенью, я бы сказал, святости её членов. Ибо Церковь – это больница. Это больница, слышите, Церковь. А в больнице, по-моему, здоровые и не лежат, кажется. Но есть обслуживающий персонал только. Да врачи. А все прочие – да больные. И здесь в Церкви всегда так было. Были люди, учителя, святые, наставники. Верно. А основная вся масса, 99,9 в периоде – больные. Да как же тогда она святая? Церковь свята свята чем? Вот теми двумя составляющими, о которых я говорил. Истинностью исповедания вероучительных положений, догматов и истинностью духовного учения или учения об условиях, духовных условиях спасения человека. Вот что определяет истинность. Если хотите, истинность – это и есть святость. Святость – это чистота, истинность. Если верное её вероучение, если правильное её учение о духовной жизни, она тогда свята. Она – это кто? Вот этот инструмент, этот корабль, он надёжный. Видите, речь идёт не о людях, в какой степени они святы, а об истинности, учении о вере и духовной жизни. И, скажем, даже так, если, исходя из того, что церковь есть тело Христово, то мы должны знать, любая поместная церковь, как и любой человек, лучше скажу сейчас о любом человеке, поскольку речь идёт о людях, как же они грешные, а церковь святая. Любой человек, христианин верующий, лишь в той степени принадлежит церкви, в какой он осуществляет в своей жизни её вот это учение. И церковь в нём пребывает лишь в этой степени. И он в церкви лишь в этой степени. Какая это степень? То мы с вами говорили, как гармошка. Сегодня, может, я готовился и исповедовался, запричастился потом завтра. Всё такое, и кажется, у меня гармошечка моя немножко раздвинулась. А тут бах! И гармошка схлопнулась. И так наша жизнь идёт. Как на гармошке играть. Знаете, то растянут, то сожмут. Вот так и жизнь наша. Только и знаем пляшем. Вот, оказывается, святость. Но каждый... Ещё раз отвечаю на вопрос. Каждый христианин принадлежит церкви лишь вот в этой степени, в какой он своей жизнью осуществляет церковную жизнь. То есть, святость соблюдает жизнь. Так что в каждом может быть и миллиграмм, и грамм, и килограмм, тридцать, шестьдесят, сто мер, сто крат. Помните урожай? Как говорил Христос в притче. Вот в какой степени мы принадлежим церкви. И вот церковь винуется святой. И по этой причине, что в ней, в церкви, все находятся лишь в той степени, в какой причастны этой святости. Вот так, оказывается. Только в той степени. Не случайно поэтому, не знаю, как над вами, а вот надо мной читают такую молитву, в чем я, правда, очень бываю недоволен, когда мне говорят «Примири и соедини его, святей твоей церкви». Это я не в церкви? Вы слышите? Вы слышите, над нами какая молитва читается? «Примири и соедини святей твоей церкви». Слышите? Через это таинство покаяния, сокрушение о грехах и смирение оказывается, есть возможность примириться и соединиться с церковью. Вот так. Вот почему церковь свята. Значит, во-первых, своим учением о вере и жизни. Во-вторых, в ней пребывают, вот каждый из нас в церкви лишь в той мере, в какой мы ещё имеем в себе частичку этой святыни. Вот в какой мере. То есть, частичку чего ещё? Здоровья! Частичку ещё чего? Жизни! В больнице живые всё-таки люди-то, хотя могут быть, и очень больными. Церковь – больница. И вот в ней мы и пребываем. Дай Бог, ещё живые, но в какой степени здоровые, ну уж, это Бог знает. Вот так. Вот это очень важно, друзья мои, объяснять, поскольку этот вопрос постоянно возникает, какая церковь святая. Церковь – это мошенник, да, и святая, да. Вот так. Следующее. Соборное. Что такое соборное? Это перевод. По-гречески стоит кафолики. И недаром и церковь, даже посмотрите, у нас кафолическое именуется. Кафолики. Что значит кафолики? Слово кафолики состоит из двух частей. Первое. Предлог – каф. Или кота. Зависит от того, передгласный или согласный идёт потом после него. Кафолики. Каф. Дальше. Вторая часть – олос. Вторая часть – олос. Греческого этого слова. Кафолики. Олос. Олос что означает? полный, цельный, целостный. То, что перейдёт на русский, на славянский язык – соборный. То есть, что это означает кафолики? Целостный, неделимый. Если первое значение миа – воедину, то есть, в одну, то здесь мы укажем совсем другую характеристику. Неделимость, целостность. Что цельным является? Организм. Любая машина состоит из определенных элементов. Её можно собрать, разобрать. Организм целостный. Он не разбирается, не собирается. Он единый и целый. Причём настолько целый, что даже кольнули в какое-то местечко иголочкой чуть-чуть, и весь человек всё тело вздрагивает. Кафолики – целостное, то есть, органическое. Не мёртвый предмет, не собрание частей, из которых она состоит. Нет-нет! Не совокупность частей, а органическая целостность. Вот, оказывается, что означает кафолики. Можно перевести как единое, в смысле единства целостности. Переведено как, словом, соборное. Ну, это вопрос уже, так сказать, не имеет значения существенно. Ну, и насчёт апостольской, я думаю, здесь проще, что она и основана на апостолами, и миссии её апостольской – шедши научите вся языки. Здесь вполне понятно, хотя в практическом осуществлении не очень понятно, я вам скажу. И часто очень большое смешение. Очень большое. Горе вам, фарисеи, лицемеры, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы единого, а обратив его, делайте вдвое худшими себя. Помните, я пересказываю. Помните слова? Вот это интересно! Кстати, удивительно, что на миссионерских собраниях, когда это бывало, никогда это не приводит. Никогда не приводит. Так это же очень важно. Оказывается, я могу быть миссионером, обходить моря и суши, а обратив его, сделать вдвое худшим себя, о котором сказали горе вам. Сказал сам Господь горе вам, что вы обходите моря и суши, чтобы обратить хотя бы одного, и, обратив его, делайте вдвое худшими себя. Слышите? Апостолики! А то уж очень мы так, это, знаете, небрежно относимся. Миссионерство. Катехизис почитал и пошёл проповедовать. Обращать. Обращаю. Человек был ещё, пока не был в церкви, был далёко от церкви, приходилось это видеть. Он, знаете, смотрел. Ну, там, там что-то, ну, там, в общем, если не святые, то, по крайней мере, там что-то высокое такое чистое. Вошёл. Крестился. Взяли в храм, в алтарь. Потом говорит, знаете что? Такое разочарование, боже ты мой! Тут разговор о деньгах, о продаже только. В алтаре такая-такие шутки, анекдоты. Хорошо, что иконостас спасает толстые стены. Благоговение, говорит, никакого. Вот попадёт человек в такую атмосферу, слышите? Обратили его. Кажется, пришёл в церковь, крестили. И попало в такую атмосферу, где за престолом стоя, как вчера, локомотив победил? Или ЦСКА? Кто победил? Кто там золотую медаль взял на Олимпиаде? За престолом! Человек смотрит в ужасе, куда я попал! Так что, не так просто, друзья мои, насчёт апостолики. А то мы думаем так, шедше править, как здорово звучит, возвышенно! А забываем, как бы обратив, не сделать его вдвое худшими себя. Тогда наступает, сами понимаете, духовная катастрофа человека. И кто виноват? Вот этот миссионер. Он, кажется, привёл его к вере, что-то доказал, обосновал, а не открыл ему самое главное, что он должен знать – основы духовной жизни. Неподготовленного человека легко погубить, введя его подчас, в какую-то церковную среду. Потому что разная есть среда. Вы сами прекрасно это знаете. Приходится подчас родителям, которые подходят и спрашивают, вот я своего мальчика, вот его даже в алтарь даже. Я говорю, знаете что? На моих глазах уже сколько было мальчиков, которые в алтаре начинали, кажется, ой, как всё благовейно, в том носились, как по сараю, по алтарю. А после запивочек выросли пьяницами. И сейчас служат, и пьют. Очень здорово пьют. Но я говорю о фактах, которые были. И здесь надо быть как осторожным, а то в алтарь, значит, уже всё. Вы видите, до чего наше сознание? Апостолики? Ой, как это непросто! Читай в этой же книге о церкви, из чего она почти начинается. Когда вы войдёте в церковь, я, вы знаете, я рассмеялся и знал, что такое, то справа и слева вы увидите, видите, места, столы, столы и места, где вы можете купить свечи, подать поминания. Это с этого начинается. Книга о храме, о церкви. Продажа! Это то, что Христос кнутом выгнал! У нас теперь уже, прямо по-иудейски, уже продажа. И ничего. Вы только ради Бога будьте священниками, выносите из храма эти вещи. Это позор, когда в храме занимаются такими вещами. Я помню, как на моих глазах в одном монасты зашёл монахине, тебе поем, евхаристический канон, она торгуется тут с какой-то женщиной. Вот так. Так что, апостолики, вы слышите? это миссионерство. Смотрите, чтобы не сделать вдвое худшими себя. Ну, ладно, друзья мои. Да, сейчас я вижу уже тут... Да, вот хочу единственное зачитать вам из митрополита святителя Филарета Московского. Обязательно! Обязательно! Пожалуйста! Это запомните! Вот что он писал. Всякая частная церковь, то есть поместная церковь, Константинопольская, русская, ладская, какая угодно, всякая частная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться. Римская церковь была первой по диптиху и разрушилась. Поэтому, когда вот... Нужно быть очень осторожными, когда святая наша православная церковь, православная до тех пор, пока соблюдаются устои православной жизни. Устои православной жизни. Если они начнут разрушаться, я говорю, вероучительные и нравоучительные, то есть, лучше сказать, духовные, духовноучительство, если это будет разрушаться, то сколько ни вешайте тогда плакатов, что это православная церковь, от этого она православной не станет. Легко может всё разрушиться. Католическая римская церковь была православной, действительно православной, а не какой-нибудь. А посмотрите, какой процесс начался! И начался, кстати, чего? Забыли учения святых, бесспорно святых отцов древней церкви, а пошли по пути новых святых. Слышите? Я подчёркиваю, вы, наверное, чувствуете, в чём дело. Новых святых, которые стали учить любви Бога и спасёшься. Ну, ладно, вот так. Видите, что пишет? Предупреждает святитель Филарет, который при жизни ещё был назван мудрым, который действительно святитель. Любая поместная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться. Если не будем внимательны. Продолжение следует...